сегодня просто прекрасная погода я не смогла не выйти на улицу и снять видео я сегодня хочу поговорить с вами о земле земли о деревьях о том где мы живем и как можно взять силу земли попросить землю матушку чтобы она помогла чтобы она даровала нам жизнь даровала жизненную силу смотрите чистотил скоро зацветет видите красота какая вообще на самом деле можно вот просто ходить останавливаться практически на каждом шагу и ну знаете как говорят до имеющие глаза увидит на самом деле очень много всего красивого находится рядом с нами смотрите цветочки здесь скоро зацветут что-то уже распускается сейчас я аккуратно чтобы не затоптать покажу смотрите как здорово красиво все и все это дает нам силу дает нам жизненные энергии дает благополучие и радость и это все можно использовать себе во благо только нужно уметь это делать и бережно относиться к матери природы чтобы она не наказывала вас за ваше деяние да за то что вы делаете а именно помогала смотрите что я еще здесь нашла здесь вот у нас земляника вот будет скоро и вот еще смотрите как здорово прям ковром таким да смотрите как такой вот поляночка такая небольшая маленькая очень красиво здесь очень сильная земля смотрите как она плодоносит здесь рядом все и цветы и ягоды смотрите вот и чистотил тоже здесь вот тоже скоро зацветет цветы это все дары матери природы и все это можно применять себе во благо конечно же нужно не забывать и благодарить мать землю например можно провести еще такой ритуал чтобы получить энергию живу положите найдите место которое вот зайдите в лес да если рядом с вами леса нет может быть это какая-то парковая зона или ну небольшое такое место да ну конечно же это не асфальт это должна быть земля и земля место где бы вам было комфортно а поищите такое место чтобы вы чувствовали себя хорошо чтобы вы почувствовали мать землю и ее силу ее мощь подойдите к такому месту выберите вот спокойно чтобы вам никто не мешал да даже если это парк всегда можно найти местечко где-то у единицы отойти немножечко в сторонку положите свои руки на землю и скажите девять раз такие слова земля матушка по весне жива землю укрывает сила что живой называется в меня войдет во мне жизнью заживет заклинаю как вы поняли эти слова нужно говорить по весне у вас еще есть время еще две недели когда когда можно напитаться этой энергией живительной энергии живы погладьте землю поблагодарите ее за то что она дарит вам блага да это вот я ленточки с собой взяла это я повяжу сейчас на дерево с телефоном не очень удобно но потом я это обязательно сделаю я поблагодарю мать землю я раскрошила хлеб по пути и вот ленточки еще повяжу на деревья то есть я не просто так взяла с собой ленты вот папоротник видите вот рядом там кстати по поводу папоротника пользуясь как скажем так случаем да я хочу пригласить у нас скоро будет встреча купайла следите за афишей это будет живая встреча очень мощный силовой день когда соединяется мужское и женское когда соединяется огонь и вода и эта сила эта мощь дарует блага людям исполнение желания здоровье счастье благополучие ну абсолютно все да происходит оплодотворение на ваше желание на ваше действие поэтому не упустите такую возможность и обязательно записывайтесь на эту шикарную встречу такие встречи проходят всего лишь раз в год да но теперь возвращаясь к деревьям да что я хотела еще сказать я вот сейчас ищу дерево себе да я буду попрошу чтобы дерево дало мне силу дало мне мощь многие знают да что с деревьями можно работать но можно работать в разных направлениях да как в плюс так и в минус что это значит есть деревья доноры а есть деревья вампиры вот я сейчас наверное с тропинки уйду а может еще немножко прогуляюсь да вот потом уйду чуть-чуть вглубь почему-то мне тянет хочется зайти наверное все таки сюда зайду вот нужно всегда кстати прислушиваться к своим ощущениям когда вы именно идете да особенно если вы идете в лес да например проводить какие-то ритуалы ну для себя или может быть просто хотите пообщаться с матерью природы прислушайтесь куда вас ведет ваш внутренний навигатор да это очень на самом деле важно он никогда не заведет вас куда не надо да или куда-то в сторону вот я вот буду так останавливаться периодами смотрите вот какая красотень просто чтобы вы тоже вместе со мной могли насладиться этой красотой смотрите как красиво видите здесь прям такая солнечная дорожка видите из цветов просто шикарно вот на такую дорожку можно загадать желание смотрите прям дорога из цветов смотрите как прям полосочками такими как эта дорожка пути освещает так и осветит она мои пути да исполнятся все желания и тех кто смотрит это видео воистину давайте пойдем дальше вот значит деревья есть деревья доноры и деревья вампиры что это значит деревья вампирам обращаются тогда когда хотят от чего-то избавиться например когда человек чувствует недомогание избавиться от каких-то болезней когда идет переизбыток чего-то ну что это может быть например эмоциональный да вот очень много каких-то эмоций и человек ну хочет успокоиться вот для этого можно использовать деревья вампиров единственный момент нельзя с ними долго общаться потому что они могут ну скажем так выкачать гораздо больше чем ну скажем так следовало бы потому что ну сами они остановиться не могут но пока вы взаимодействуете с деревом да идет именно вот откачка такая вот просто что такое деревья вампиры самые такие ну распространенные скажем так да я говорю за нашу полосу да вот ну за россию поэтому в каждом ну регионе да в каждой стране это могут быть немножко другие деревья это можно посмотреть в интернете если вы не знаете какие деревья доноры и вампиры есть ну прорастают и произрастают именно в вашей местности где вы живете вот но самые такие распространенные вампиры это осина это тополь это кстати сирень она тоже забирать сиренью я бы не советовала работать на блага вот это вот такие вот ольха а это тоже деревья которые забирают да это деревья вампиры деревья доноры самые такие распространенные доноры это плодовые те которые дают плоды да то есть они одари одаривают с ними очень хорошо работать на оплодотворение каких-либо желаний да если вы хотите получить какое-то желание да что то вот такое попитаться силы например береза да береза это такое универсальное женское дерево которое помогает абсолютно его во всех во всех во всех во всех случаях к нему можно обращаться к ней вернее да березе к ней можно обращаться по любому поводу по любому вопросу все что касается именно женского аспекта все что касается семьи. Любая женщина, это женское дерево, она может обратиться к березе и попросить все, что угодно. Как и избавление она поможет, она успокоит. Так и получение она тоже одарит. Поэтому это такое универсальное дерево. Кстати, я сейчас к березе подхожу. Очень красивая береза, ровный такой красивый ствол. Вот смотрите. Просто шикарное. Очень высокая. Наверх, наверх, наверх. Прям крона уходит очень высоко. Смотрите. Вот такая стройная, высокая береза. Тоже можно попросить ее об исполнении желаний. Кстати, если вы, допустим, найдете березу, вот, кстати, я, по-моему, к ней и иду. Да, вот сейчас я вам покажу. Если меня оптическое зрение, не обманывая, да, потому что деревья много нет, там все-таки одна. Но есть вот, когда из одного корня прорастает два, да, то есть, как бы, начинается один ствол, а потом он раздваивается. Вот такие деревья очень хорошо просить, например, о замужестве, да, о том, чтобы, ну, любую, такую, скажем так, любовную тему можно развить. Да, когда долго, например, женщина, да, не может встретить свою вторую половину. Попросить, чтобы встретилась эта вторая половина и жить счастливо. Да, также вот именно на любовь, когда уже есть какие-то отношения, очень хорошо работать именно с таким деревом, которое вот именно двойное, да, из одного ствола выходит два, снизу именно, да, не где-то там разветвляется, а именно снизу. Я вот сейчас, если где-то мне оно встретится, сейчас я попрошу, чтобы меня туда привели, и я вам покажу, как это выглядит. Вот такие деревья очень хорошо просить именно о том, чтобы была крепкая любовь, да, как вот из одного выходит два, и они неразлучные, никогда не разойдутся, да, потому что, ну, дерево, оно же не как бы, ну, понятно, что бывают форс-мажоры, да, может и молния ударить, и дерево со временем все равно, оно тоже имеет свой век, вот, но тем не менее, этот век гораздо больше, да, чем у людей, поэтому здесь можно поработать над тем, что эта любовь, которая у вас есть сейчас, она никогда не разрушится, да, и она будет вечной. Вот можно вот попросить именно любви, да, и что как это дерево вместе растет, да, из одного корня расходится и вместе, но все равно оно вместе остается, так и эта любовь всегда будет вместе, и ваша вторая половина, ваш суженый всегда будет рядом с вами и никуда от вас не уйдет. Вот, также можно еще просить силу деревьев, да, например, вот взять дуб, это, ну, во-первых, дуб считается родовым древом, да, и что касается именно вот аспектов, связанных с родом, очень хорошо просить именно дуб. Дуб всегда поможет, что касается особенно родовых практик. Вот такое очень мощное, шикарное дерево, которое имеет просто огромную силу, потрясающую силу, если у вас есть, может быть, где-то в парках или в лесу, такие вот, знаете, вот, ну, деревья уже потолще, потолще, да, которым уже, ну, скажем так, не одна сотня лет, а может быть, там и две, и три. Такие деревья имеют очень огромную силу. И деревья, как правило, силы больше имеют те, которые стоят немножечко, ну, скажем так, подальше друг от друга. Ну, вот, например, я вам сейчас покажу, хотя бы в радиусе метра полтора, чтобы рядом не росло ничего. То есть такой вот радиус, да, дерева, ну, вот, например, вот береза такая, вот, кстати, смотрите, видите, вот идет один ствол, и дальше вот она расходится на два гром таких вот мощных ствола. Вот такую березу можно попросить о любви. Вот, и видите, здесь вот рядом, вот, ну, примерно, вот, как я уже говорила, да, ну, даже больше, чем полтора-два метра деревьев никаких нет. Здесь очень мощное поле. Вот, и такую березу можно, с ней можно общаться, можно заряжаться от нее. Видите, здесь ствол довольно такой мощный, большой. Очень теплая, очень теплая энергия, ласковая. Вот. Как же обращаются к деревьям? Если вы вышли именно поработать с деревьями, обязательно возьмите с собой дары для дерева, да, не поскупитесь на них. Это молочко, это может быть хлеб, да, то, что вы ставите возле корней дерева. Это могут быть, конечно же, и ленты, да, которые вы повяжете, например, на ветках, ну, возможно, если это, конечно, не такой голый столб высокий, да, вот как мы сейчас подошли, но можно взять и ленточку побольше, да, чтобы обвязать столб. Если это дерево такое раскидистое, да, вот скройный такой вот, ну, которое прям снизу, да, так идет, то есть веточки внизу, это можно повязать и ленты. Поблагодарить дерево за помощь обязательно нужно. Это нужно делать всегда. Итак, как же работает с деревом? Вы выходите, когда в лес или в парк, вы как бы вот сразу, да, когда заходите, обязательно поздоровайтесь. Поздоровайтесь с силами, поздоровайтесь с лешим, потому что леший, он везде есть. Но это не обязательно лес, даже в парке тоже обитают духи, которые охраняют эту зону, которые ее берегут. И, кстати, наказывают тех, кто там мусорит и кто делает всякую гадость, да, всякие нехорошие вещи. Я не буду сейчас об этом говорить. Не хочется мне вот говорить о плохом. Вот, тем более, что недавно у нас был субботник. Мы ходили, убирали здесь в лесу и очень много мусора на самом деле. Ну, просто вот у меня нет слов, как назвать этих нелюдей, которые вот оставляют вот здесь столько мусора и столько грязи. Это просто вот, ну, ужасно на самом деле, потому что люди пришли вроде бы как отдохнуть, но, тем не менее, они непонятно, чем занимаются и оставляют после себя такие горы мусора, которые не можете, скажем так, ни одно нормальное существо позволить. То есть это уже действительно просто как нелюди какие-то. Вот, ну, не будем о грустном, да, продолжим о деревьях. Значит, каким образом мы работаем с деревом? Значит, вот, ну, как бы гуляя, да, вот подойти, вот смотрите, кстати, шикарный просто вот ствол. Вот почему-то мне захотелось к нему подойти. Сейчас мы подойдем поближе. Я, если честно, до конца не вижу, что это. Так, вот рядом рябина здесь. Вот рябина, кстати, это защита, да, она защищает вот несколько, смотрите, вот кустиков рябины, причем со всех сторон, смотрите, прям. Ой, шикарное место. А, прям вот и чистотел здесь вот скоро, да, зацветет. И вот рябина. Вот, да, и такой вот мощный ствол. Смотрите, какой здорово прям. Гладкий, очень хороший, очень теплый. Вот прям мурашки пошли по коже. Вот. Значит, каким образом работаем с деревьями? Можно подойти спиной, прижаться максимально, да, вот к стволу дерева. Да, кстати, поздороваться обязательно, да, если вы выбрали какое-то дерево, подойдите, поздоровайтесь, поклонитесь. Попросите, чтобы оно одарило вас силой, мощью. Ну, то, что вы хотите, да, например, попросить. Прижмитесь, если вы спиной поворачиваетесь, вот максимально, вот, чтобы было касание, да, к дереву, то есть это спина, позвоночником полностью всем, ноги, руки, обнимите дерево, да, головой косните, чтобы у вас максимально такое вот слияние было с деревом. И скажите такие слова. «Твои корни в земле, а крона в небо смотрит. Ты выше меня и глубже меня. Дай же мне высоты и глубины силы. Воистину». Такие слова нужно сказать девять раз. Вот смотрите, дерево гораздо выше меня, ну и, конечно же, корни гораздо глубже очень глубины. Вот такое дерево очень подходит для того, чтобы набраться силы. Вот смотрите, какая красота, просто прелесть. Если честно, вообще уходить не хочу отсюда. Вот, ленточку я, конечно же, сейчас повяжу и наряду.